Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, ну и, конечно же, случайные зрители. Этим выпуском я открываю целый сериал наших исследований, речь в котором пойдет о подземельях Кольского полуострова и северо-запада Мурманской области. На всем протяжении данного выпуска я буду задавать не только неудобные вопросы и обращать внимание на противоречивые, на мой взгляд, факты, но и опираться на статьи товарища майора, благодаря которым вопросы-то и возникают. Ну а ссылки, как всегда, будут в описании. Ну а для особой категории моих зрителей, страдающих внезапным метеоризмом домыслов и фантазий на мой счет, а также для лиц, подверженных философской интоксикации, хочу напомнить, что выводов я не делаю. И максимум, что я могу себе позволить, это выдвинуть какое-либо предположение, либо гипотезу. Ну а теперь давайте перейдем к вопросам. Вопрос первый. Почему мы считаем все пещеры Кольского полуострова и северо-запада Мурманской области рукотворными? Далее я буду называть эти объекты катакомбами. Ну, во-первых, так считаем не мы, а геологи. Хотя, позвольте, я вам кое-что зачитаю. Кольский полуостров расположен на так называемом Балтийском геологическом щите и составляющие его граниты практически не подвержены выветриванию и разрушению, что исключает образование естественных пещер и подземных пустот. Вот такое вот официальное пояснение мы получили от геологов, я же, в свою очередь, опираюсь на него, как на официальный документ. Второй вопрос. Почему мы считаем все катакомбы древними? Ну, во-первых, далеко не все мы таковыми считаем, а только те, о которых есть упоминания в более древних источниках и которые почему-то официальная история попросту игнорирует. На самом деле катакомб на Кольском полуострове и северо-западе Мурманской области превеликое множество. Если посмотреть на топографическую карту, то можно без труда найти порядка 12 объектов. Ну, а если вы поговорите с местными краеведами или диггерами, то получите информацию еще о более 80 таких объектов. И это все равно будет неточная информация, потому что новые катакомбы появляются чуть ли не каждый год. Да что там далеко ходить? Под одним только Мурманском их порядка. Впрочем, не буду забегать вперед, потому что начать я хотел бы не с Мурманска. В данном выпуске я хочу немного рассказать вам об одном загадочном, конечно же, на мой взгляд, городе, который являлся столицей северо-западных колоний в городе Александровске. И да, вы не ослышались. Именно столица и именно северо-западных колоний. Но подтверждение данной информации вы легко можете найти в фундаментальном научном труде, который называется «Статистические исследования Мурмана. Том 1. Выпуск 2. Колонизация». Изданный в городе Санкт-Петербург в 1904 году по материалам 1899, 1900 и 1902 годов. Ссылка на электронную версию данной книги будет также в описании. Кстати, настоятельно рекомендую ознакомиться с данной книгой, потому что вы найдете там много интересного и неудобного. Ну а теперь я предлагаю вам послушать, что же говорит об этом городе официальная история. В 1894 году Сергей Витте посетил Екатерининскую гавань, после чего предложил императору Николаю II устроить здесь коммерческий порт. И уже в апреле 1896 года Государственный совет выделил необходимые средства для строительства порта на Мурмане. Ну а к 1899 году город был полностью готов. И я сейчас даже не буду вдаваться в детали и задавать каверзные вопросы, касающиеся столь рекордного строительства, особенно технической части. Меня другое интересует. А что, до Александровска на данном месте ничего не было? Ну разумеется, кроме Екатерининской гавани. И опять же, что подразумевалось под этим названием? Более мелкое поселение с уже существующей инфраструктурой и соответствующим населением. Либо, как это у нас принято, среди болот, а в нашем случае сопок, здесь будет город заложен. Давайте все же попробуем выдвинуть более логичное предположение, что колония под названием Екатерининская гавань все же существовала и являлась административным центром остальных колоний. Другой вопрос. Она что, также возникла на ровном месте? И вообще, что это за история с колонизацией? Давайте для общего развития разберем слово колония. Итак, колония – это страна, захваченная империалистическим государством, метрополией, лишенная при этом политической и экономической самостоятельности. Яркий пример – это британские колонии. Другое значение. Поселение выходцев, переселенцев из другой страны области. Пример – немецкие колонии в царской России. Третье значение – сообщество земляков, живущих в чужом городе, в чужой стране – землячество. Есть еще исправительно-трудовые колонии и колонии кораллов. Но последние два варианта, я думаю, рассматривать просто неуместно. Ну и как это понимать? Впрочем, ладно, отложим мы эту тему пока в сторону, но я обязательно к ней вернусь, как только придет время и посвящу ей не один свой выпуск. Ну а сейчас мы вернемся обратно в Александровск и продолжим его исследовать. Я остановился на том, что все-таки до основания этого города существовала Екатерининская гавань, И это не просто название места, а название поселения. А что было до нее? Однажды, перебирая архивы Архангельска, товарищ майор наткнулся на весьма любопытные документы. В двух папках находились документы, касающиеся обустройства города Александровска. В одной папке находилась топографическая съемка местности, а во второй – план города. Эти документы датировались 1897 годом. И вот в этих документах обнаружились два любопытных факта. Факт первый. Еще в 1897 году, а в Александровске уже существовали железная и шоссейная дороги. Факт второй. Оказывается, город построен на древнем капище Одина. На топографической карте хорошо видны камни Одинки, что, по сути, и доказывает существование капища. Как мне сказали местные ребята, один из таких камней остался до сих пор. И находится он в районе бывшего ручья рядом с парковкой. Ну а то, что город был построен на древнем месте, подозревали давно. Еще в 1927 году советские археологи занимались исследованием Полярного и его окрестностей на предмет древних поселений. Более того, неподалеку, на Оленем острове были найдены древние захоронения, которые археологи датировали, внимание, тремя с половиной тысячами лет до нашей эры. Ну и, соответственно, из всего вышесказанного можно сделать определенный вывод, что место под строительство города было выбрано далеко не случайно, и что эти края были заселены и заселены давно. Ну а теперь давайте посмотрим на старые фотографии. И что же мы здесь видим? Вот шоссейная дорога. А вот железная. А вот фотография, где они вместе. Ну и как вишенка на торте, фотография 1912 года с изображением крестного хода. И вот он, вход в катакомбы. И если с шоссейной дорогой все более-менее понятно, эта дорога соединяла такие населенные пункты, как Урагуба, Мотка, она же западная лица, и Китовка. Эти колонии подробно описаны в книге, о которой я говорил ранее, а сама дорога есть на картах более раннего периода, нежели чем конец 19 века, то по поводу железной дороги возникают сплошные вопросы. Начиная с того, для чего она служила, хотя ответ напрашивается как бы сам по себе, но, например, для доставки стройматериалов от побережья вглубь материка. Но тут же возникает целый ряд вопросов. А почему вот эта вот колея ведет ко входу в катакомбы? Что доставляли туда или вытаскивали оттуда? И почему железная дорога заканчивается там, где заканчивается? Что там было ранее и что находится сейчас? Ну а что касается катакомб города Александровска, тут одни сплошные вопросы. Ну, например, такие как А какова их истинная протяженность? Кто, когда и для каких целей их создал? То, что их использовали впоследствии под различные нужды, нам как раз неинтересно. Нам интересно их истинное предназначение, так сказать, изначальное. Ну и, конечно же, нам интересны исключительно технические детали. Начиная от высоты потолков, это важно, и вы поймете почему из моих последующих выпусков. Ну и, конечно же, один из самых главных вопросов это сколько же уровней у данных катакомб. В общем, дорогие мои зрители, вопросов тут больше, чем ответов. Но если хорошенько подумать и все тщательно взвесить, а затем предпринять определенные действия, то на большинство вопросов мы можем получить ответ. В особенности это касается местных жителей города Александровска. И уж точно не мне объяснять вам, как это все осуществить. Единственная просьба, постарайтесь все сделать легально. Ну, есть же у вас там краеведческий музей, ну или что-то в этом духе. Ведь согласитесь, тема, которую я затронул, интересная и неоднозначная. И что самое главное, все это можно исследовать и получать ответы на заданные вопросы. Ну, а я в свою очередь надеюсь, что у данного выпуска, касающегося Александровска, будет еще продолжение. Причем абсолютно не важно, на каком канале оно выйдет и кто будет об этом рассказывать. Важно то, что продолжение обязательно будет. Спасибо всем за внимание и всего вам доброго!